7 апреля этого года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, вносящее изменения в правила дорожных движений Российской Федерации в части введения диагональных пешеходных переходов, которые возможны только при введении пешеходной фазы. В Якутске ради эксперимента ввели на нескольких перекрестках города изменение режима работы светофоров и мы решили узнать, как отреагировали на эти изменения пешеходы и водители. Для пешеходов удобно, но для водителей очень неудобно. То, что они по очереди ездят, именно улица Айунская, это очень неудобно. Это проблема, потому что те, кто торопится, им надо вот так торопиться, чтобы не опоздать там. Бывает, перебегают. Пешеходам очень долго ждать. Ну, не знаю я, как водителям, не знаю. Может, им удобно. Мне не нравится, мне совсем не нравится. Получается, время постоянно теряешь, стоишь в пробках. Видите, что творится? Вообще очень неудобно. Была здесь стрелка на автовокзале, было очень хорошо и спокойно можно было повернуть. И все было прекрасно. Сейчас почему-то все изменили. Ну, мне не нравится. Ну, вроде бы сказали, что это лучше для вас, как бы для водителей будет. Не знаю, это для пешеходов, да, но не для водителей. Да плохо очень. Там полторы минуты простояли, потом надо здесь полторы минуты опять стоять. Три минуты, получается, сделали вроде для удобства пешеходов, а получается наоборот. А вам как? Не кажется, что вам безопаснее можно стало дорогу переходить? Да нет, не безопаснее. Всего дают 30 секунд на перейти пешеходам, а машины едут полторы минуты стоят. Ну, понятно, удобно же было. Да, если основная дорога, там была тогда минута, да, а на такой полминуты, ну, нормально было. Да, неудобно. Так все. Светофором лучше стало? Хуже, конечно. Это не для нашего города, в общем. Вот так. А для какого? Для большого. Раньше тоже было не очень, а сейчас еще хуже стало. Пробки видите какие? Вот из-за этого неудобно. А вот вы с чем сравниваете? С тем, как раньше было? Ну, лучше, да. Раньше лучше было или как? Лучше, да. А сейчас вот у вас какие проблемы из-за изменения режима светофора стало? Ну, как? Долго добираться? Постоянно пробки. Ну, не знаю, я вот только что заметил. Ну, да, скорее всего, безопасно будет. Люди не будут побегать сразу там за секунду до синего, до красного света. Ну, конечно, плохо целые полторы минуты ждать. Там вдруг там кому-то на автобус там опаздывает, стоять, хоп, проедет, а так. Ну, мне не нравится то, что все сразу же вот так. И непонятно, что, как идти. Лично мне не понравилось, хотя изменилось. Потому что получается так, что все вроде бы стоит, везде красный цвет, да. Люди не идут, машины тоже стоят. Вот эта заминка маленькая, мне вообще не нравится. Непонятно. Все равно мне надо и туда, и сюда перейти. Приходится вот бежать. А как раньше было? Ну, обычно, как обычно. Если уж тут перешел, ну, тут немножко подождал хотя бы, но зато спокойно перешел сюда, если надо. И не так долго ждешь. А сейчас и там стоишь долго сперва ждешь, потом быстро бежишь, чтобы перебежать дорогу в какую-нибудь сторону, в обе стороны. Так что не знаю, для кого это хорошо. Может, для машин автомобилиста, но не для нас, пешеходов. Ужасные пробки сразу. В частности, рядом со мной находится перекресток Федора Попова, Дзержинского, Лермонтова. Там невозможно теперь ездить. Как думаете, что лучше было бы? Вернуться к прежнему? Ну, на сегодняшний день, наверное, вернуться к прежнему режиму работы. Пока другого не вижу.